У Opel недавно пошла презентация, где показали новые айфончики, и мое потреблядство сказала мне, ну давай, что, купи, купи его, а мой кошелек мне сказал, ха-ха-ха, нет, ты ничего не купишь, потому что я пустой, а мой мозг мне сказал, ты что, даун что ли, зачем тебе это все надо, на эти деньги можно машину купить, да, причем вполне неплохую, бэушную, да, вот, например, на Авито газон, не кислый такой есть, да, буду газонистом, нормальная же вроде тачка, только что-то продавец несколько машин продает, видать им барыга, и вместо нового айфона вообще взять себе тачку, это как видите легко, а подобрать поддержанное авто очень хорошо, тебе поможет спонсор нашего ролика, сервис АВ100, хорошее объявление уходит моментально, и чтобы действовать быстро, просто заходишь на АВ100, он собирает информацию на самых популярных сайтах в одном месте, и присылает тебе оповещения о появлении новых нужных машин, У них есть сайт, расширение для браузера и телеграм-бот АВ-инфобот, вот смотри, проще всего проверить там, по номеру телефона, по гос- и ВИН-номеру, даже по имени, фамилии продавца и по фотографии, предскажут судьбу, все прошлое и будущее расскажут, ну, не у продавца, а у машины, конечно, на скрученный пробег, на залог и на прочие проблемы, всю инфу о любой тачке выдает, здорово сэкономишь время и деньги Отчеты в боте без ограничений по подписке, это удобно, когда ищешь себе тачку, можно проверить все варианты, ссылочка будет под роликом И правда, а почему бы не купить на Авито, там же дешевле будет Вот, как истинно опотреблять, хочу купить айфон раньше всех, и пофигу, что предзаказов в России нет и в продаже они вот-вот только появились Ну, я же даун, я нашел целую кучу объявлений на Авито, вот, пожалуйста, айфон XS за 91 тысячу, но, правда, модели какие-то там странные Айфон XS+, айфон 2018 и айфон XS Меня заинтересовал айфон 2018 Не, ну, а что, зато такого ни у кого нет А что, айфон 2018 продается у вас? Есть такая Есть такая? А что, сколько стоит? А что это за модель такая? Ну, ты что, смотри, смотри, смотри А А я себе 2018 А А, а на сколько... А на сколько он гигабайт? 64 А он с какой стороны? Я даже не в курсе. О, а как там? Европейская цена, они все глобал идут. Разные может быть. Глобал? Так он китайский что ли, глобал? Xiaomi бывает тоже глобал 2. Это оригинальный же айфон, да? Конечно, привезён из европейских стран. Здесь стартуют очень продаж. А, айфон глобал 2018, ну хорошо, я подумаю ещё, я посмотрю. Сложилось впечатление, что я позвонил в какую-то другую вселенную. Судя по задержке в ответах от барыги, которые я, конечно, все нарезал для вас. Эти странные модели новых айфонов на прошивке глобал. У меня вон в бомжоме на прошивке тоже глобал. В бомжоме One Love. Дальше. Наткнулся вот на такое вот ещё одно странное предложение. Право на предзаказ iPhone XS и XS Max в 40 тысяч рублей. Не предзаказ, а право на него. Странная херь какая-то, да? Барыгу зовут Игорь Егорыч. И он любит избавляться от стеклянных банок. И, возможно, он юрист. Я вам продаю это право, вы становитесь вместо меня. А что за право-то? Я так и не понял. 28 числа будет получено конторговое предприятие и вы сможете его забрать. Угу. А вам я 40 тысяч заплачу, да? Да, за право встать в очередь вместо меня. А какая очередь-то? Там на 28-го ещё и очередь будет на получение? Да, да, будет. А если не будет? Ну, вот я вам говорю, что будет. Так я 28-го. Не будет, тогда давайте мы будем продолжать тему и всё закончим на этом. Не будет, значит не будет. Вот вы считаете, не будет. Хорошо, не будет. Всё. В какой компании вы его заказывали? Ну, зачем я буду вам заказывать, в какой компании? Я буду заказывать. Вот когда вы согласитесь? Мне ж они интересны, эти условия, Игорь. Они не интересны, я чё и звоню? Ну, если не интересно, чё ж ты тогда согласен? Так я говорю, интересны. Я ж чё и звоню, мне это интересно. Я хочу узнать, в какой. Эээ, Игорь, бля. Да он тупо в Евросети сделал предзаказ и продаёт на него право. Не, ну конечно, такие отбитые есть. Кто готов покормить баблишкой вот такого вот барыгу, купив у него вот это вот право. Странно, но почему такого нет с любой другой, более качественной техникой? Ладно, следующий пассажир меня тоже очень удивил своим лотом. iPhone XS 90 тысяч рублей. В наличии новинки от корпорации Apple напрямую из Пало Альто. Один из телефонов из рук самого Тима Кука. Здесь фото выложить нельзя, могу отправить в ЛС. По стоимости в Пало Альто iPhone, например, XS 256 Gold будет стоить 82 тысячи. Навара у него будет на 30 тысяч с каждого телефончика, а он их привёз 11 штук. Он прямо из Калифорнии, из города Пало Альто. Куплен при Тиме Куке. При Тиме Куке куплен? Фотографию могу даже показать, что я вместе с ним покупал. В смысле вместе с ним? Ну, будете покупать, покажу, понимаете. Куплен был прямо там, где у них штаб-квартира. А где? Это где? Я же им говорю, это в Калифорнии. Ну, я понял, в Калифорнии. А где именно штаб-квартира там? Где куплен? В город Пало Альто. Ну, а в каком месте? Там магазин у них, да? Да. Скорее всего, в центре города встретимся. А, чисто просто пересечься, да? Ну, да. Ну, их немного, поэтому имейте в виду. Угу. Ну, а на коробочке-то я споровал. Вопрос-то, какой регион-то, какой на коробочке? Буквы? Это США, это Америка. Америка это. Ну, там буквы пишутся. Какие буквы там? Там L-L-A. А, всё. Это Америка. Понятно, всё понятно. Да, он не наврал. Айфоны, купленные в том регионе, будут с маркировкой LL. И штаб-квартира, правда, находится у них в Купертино, как всем известно. А в Пало Альто у них есть просто магазин, но один из телефонов из рук самого Тима Кука. Я потом не вытерпел и написал ему сообщение. Здравствуйте, а можете фото с Тимом Куком отправить? И правда, он отправляет целую кучу скриншотов и фоточек вот этого мужика. Я пробил репортаж телеканала CNBS. Да, есть такой сюжет, что Тим Кук открывает новые продажи новых айфонов Пало Альто и эти скриншоты не фотошоп. Хорошо. Дальше он похвастался, что продаёт чёрный на 256 гигабайт на 300 баксов дороже. На мой вопрос, почему дороже, он ответил вот это. Он проходил через его руки. А где доказательства, что именно этот тот самый, который проходил через его руки? И вообще, с какого хрена простой телефон стал на 20 тысяч дороже, потому что он просто прошёл через руки гея? Он мне ничего на это не ответил. Да и, знаете, мой вопрос прозвучал как-то уж слишком гомофобно. Не, я, если честно, отношусь к геям нейтрально. Просто у нас на Урале относятся к геям, знаете, с таким пренебрежительным отвращением. И я решил этим соперировать, чтобы мой довод казался таким более весомым и так слегка унизительным. Не, ну правда, вот мне и, думаю, вам вообще пофигу, кто держал этот iPhone до меня. Я понимаю, когда люди покупают втридорого музыкальные инструменты композиторов, на которых написаны мировые шедевры. Но продавать iPhone, который отгружал Тим Кук, это точно просто край вообще фанатизма по Apple. Как можно вообще взрослых человек так рассуждать? Я все-таки обдумал свой вопрос и спросил более вежливо. Ответьте, пожалуйста, мне очень интересна ваша мотивация. И его ответ меня просто поразил. Простите, я не обсуждаю здесь личные темы. Прошу вас писать только по делу. В противном случае, прошу меня извинить. Мне некогда общаться на подобные темы. Не, парень, извини, конечно, я не хотел тебя обидеть, но я даже и не подумал, что мой вопрос простой вопрос окажется настолько личным. Тут кто-то либо просто очень чувственная натура, либо это просто добровольный и вежливый отъем денег у населения. Я уверен, что скорее всего это второе. Следующий пассажир меня опять очень удивил. iPhone XS за 130 тысяч с двумя лотками для сим-карт. Не, это может просто копия или шутка какая-то. Я позвонил барыге. Алло. Алло. Барыжают вы, да? Что? А, здрасте. Еще раз. Здрасте, здрасте. А iPhone XS у вас, да, продается? Все модели, все новые. Все модели? Они с двумя лотками для симок? Да, XS Max, которые идут, они, да, с двумя. Там два лотка для сим-карт, да? Да, да. А они из какой страны у вас будут? Из Китая. Китайские, значит. Ага. То есть гарантий на них нет в России, да? Ну, я могу насчет гарантий подробнее, если что, уже созвониться с вами и сказать. А это оригинальные телефоны, да? Да, 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 да. О. О. Ну, хорошо. Я облазил весь сайт у Apple. Посмотрел кучу обзоров на китайские двухсимочные версии у ютуберов всяких. Я даже у себя в инстаграме в сторис создал такой опрос. Два лотка для сим в айфоне. И я удивлен был, что большая часть ответила, да, это, типа, реально, это есть на самом деле. Нет, продавец сказал, что там именно два лотка для сим-карт. Не поддержка двух симок, а именно два физических лотка. Это, наверное, та самая версия айфона 2018, который с глобал прошивкой. Xiaomi One Love. Да, два лотка для сим-карт, это, конечно, дело такое, но смотрите, что я еще нашел забавный в профиле у этого мужика. Чехол для чехла. Бля, че, зачем? Вот эти прописывают еще какие-то вот эти теги, господи, чехол для чехла. Отлично. Вот, чтобы они выглядели у тебя как-то вот так, что ли, по-модному или че? Последний барыга отличается своей излишней болтовливостью. XS он продавал за 90 тысяч рублей из США к первому октября. Вы оплачиваете стоимость выбранного вами телефона и 25% от цены в США. Проверим. А сколько предоплату надо делать? Ну, тут вопрос в том, что вы можете сами деньги заплатить, вам карту, да, у меня просто сейчас человек так находится. Угу. 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 Понятно, понятно, вот. А, че? Можно еще сделать скидку. Сколько, сколько? Ну, тысяч пять, ну, грубо как в пределах 100 долларов. Угу. Чуть больше 6. В пределах 5 тысяч скидочка. Так, а вот какие гарантии вот у меня будут по поводу предоплаты? Ну, смотрите, вы можете деньги прямо мне на счет перевести, как физ. Лучше, я могу приехать с вами познакомиться на Альфа-банк, потому что я через Альфа-банк покупаю доллары и перевожу туда. А какие-то документальные у нас будут договоренности? Ну, хотите, я вам расписку напишу, если надо, пожалуйста. Расписка? Угу. Сейчас посмотрели, сейчас есть. У них сейчас день начинается, у нас вечер. Вот, она может сегодня в ближайшее время. Ну, все, я понял. Потому что мы смотрели день назад, например, в магазине не было. Вот сегодня в каком-то... Да, я, как и многие другие, не могу терпеть болтливых людей. И расписка, как показывает практика, ничего толком тебе не дает. Бегать по полициям и судам в случае чего тебе в любом случае придется. Телефон, получается, без гарантии будет, да? Почему он нет? У него гарантия международная. У него единственный минус, у него будет розетка американская. Цена отличается от нашей. То есть гарантия международная. Ну, я же его не смогу отремонтировать здесь бесплатно. А он откуда будет? Из Лос-Анджелеса. Из Лос-Анджелеса. Из Лос-Анджелеса. Ну, а американские телефоны у нас не ремонтируются же. Если он не розетест, то он не отремонтируется у нас бесплатно по гарантии. Ну, я, конечно, сам не сдавал свой телефон, прям свой, но… Если телефон из Европы, из Германии, да, Евротест, его можно будет починить. Из Штатов все. Он даже вот придет с браком каким-то, он просто не включится из коробки. Нет, если хотите, мы можем его там открыть и проверить. Но я вот таких тонкостей, честно, не знаю. Видите, я говорю, я не продаю. Ну, вы же продаете, как, знать же надо тонкость. Ну, я не продаю. А что, нормально как-то, в принципе, билеты-то отобьются же, да? Ну, я надеюсь, что да. Ну, что, по сути, что, ваша наценочка, получается, сколько, 55 тысяч выходит? Ну, не совсем так. Ну, как, айфон в Штатах 95 стоит, самый максимальный. Ну, я думаю, что дороже, потому что несколько дней назад он... Я только что на калифорнийском сайте смотрел. Вы не учитываете налоги. Они все на сайте показаны без налоги. Ну, тем не менее. Ой, ну, спасибо, все, я вас понял. До свидания. Угу. Угу. Эмда, телефон ценой в 90 тысяч без гарантии на ремонт, плюс доплаты в 50 тысяч, которую ты кинешь неизвестно куда кому на карту, можно купить на Авито. Мне кажется, я так ничего и не смогу там купить. Адекватных предложений нет. Вообще, смотрите, с гарантией на iPhone все сложно. Но я расскажу в трех словах. В России по гарантии чинят только телефоны Ростест. И некоторые модели не Ростестовских. И то лучше всего обращаться к продавцу телефона. Если ты загуглишь официальный сервис Apple, тебе там столько кучи кидал и на ёпсиков вылезет, ты офигеешь потом с ними. Но если ты все-таки найдешь хороший сервис и принесешь туда свой телефон, не Ростест, но на гарантии, они же посмотрят, а ремонтируется ли у них эта модель или нет. Да потому что, например, даже радиомодули для России и для Штатов, они отличаются по радиочастотам. Понимаете, для чего сделаны Ростест, Евротест, вот это все для чего, а там запчасти отличаются. У запчастей разные характеристики, которые соответствуют законодательству стран. И если ты взял айфон на Авито, вот у такого вот барыги из США, то починить его по гарантии будет вообще нереально. Это как лотерея, тебе повезет, либо не повезет. Но свой полтосик, свои 50 тысяч, барыга в любом случае получит. Он просто наживется на тебе. А ты получишь только недельку каких-то понтов, потерянные деньги, еще и будешь лохом, на котором наварились. Я все.